Помощь в разработке законопроектов, участие в заседаниях депутатов и работа на благо города и страны. Двое бобручан вошли в состав молодежного парламента при национальном собрании. Анастасия Гайшун и Кирилл Валькевич в начале года были выбраны в аналогичный орган при областном совете депутатов. Теперь шагнули на уровень республики. Молодежный парламент – это консультативно-совещательный орган, то есть он только вносит предложения. От нас палата представителей Совета Республики ждет именно обратной связи, чтобы мы принесли мнение, принесли какие-то проблемы и пути их решения. Кирилл Валькевич работает сменным мастером участка вулканизации завода крупногабаритных шин. Молодого человека избрали заместителем председателя комиссии по здравоохранению, спорту и туризму. Кирилл – чемпион Белоруссии, мастер спорта по армрестлингу. Несмотря на то, что республиканский совет собран меньше месяца назад, у парламентариев есть конструктивное предложение, готов план работы на второе полугодие. Хотим внести такую статью, как социальный туризм, что позволит нашим молодежи более экономично посещать уголки нашей Родины. Будем заниматься реализацией проекта о подготовке к семейной жизни у учащихся, у учебных учреждений Республики Беларусь. Мы занимаемся реализацией проектов в создании молодежных кемпингов, различных хостелов. Коллеги называют новоиспеченного специалиста целеустремленным. С первых дней он себя проявил как активный молодой человек с активной гражданской позицией, принимает во всех мероприятиях участие, спортсмен. Кирилл – очень добросовестный человек, но он, в принципе, такой добрый, отзывчивый. К нему всегда можно обратиться с какой-либо просьбой. Анастасия Гайшун стала членом комиссии по образованию, науке и культуре. Девушка работает укладчиком-упаковщиком первого цеха на красном пищевике. Уже 15 лет занимается вокалом, пела в росах. Мы очень хотим создать именно такое место в областных городах, в регионах, чтобы были именно те места, где может собираться молодежь и проводить какое-то свое время. В принципе, у нас молодежь легкая на подъем. И именно завести, навести, направить в правильное русло, и мне кажется, все будет хорошо. Начальство и коллеги уверены, Анастасии удастся совмещать работу на предприятии и в парламенте. Работник она хороший, справляется со всеми обязанностями, активная, певица, везде успевает. Во-первых, очень замечательный человек, добрый, отзывчивый. К своему делу она всегда подходит с чувством, с толком, с расстановкой. В Бобруйске также действует молодежный парламент при городском совете депутатов. В составе 52 человека. Бобруйская молодежь, она активна, она убеждена в том, что действительно она может многого добиться. Полномочия созыва 2020 длятся два года. За это время парламентариям предстоит осилить большой объем работы и на уровне республики, и на местах. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.